Михаил Дашкиев, Артём Сенаторов. Результат. Бизнес-роман. Читает Александр Милославский. История, которая бы не случилась сама по себе. Океан ответов в это время года был цветом местной ночи. Такой же тёмно-бурый, с бордовыми волнами, что плыли в обратном направлении, от берега за горизонт. Стоя у самой кромки воды, девочка по имени Однажды смотрела вдаль, моргая по очереди то левым, то правым глазом. Ветер еле заметно колыхал её кремовый сарафан и тёмно-русые волосы, что лежали на плечах, разделённые ровным пробором посередине. Она обеими руками обнимала чёрный терминал — прямоугольную коробку, на которой светлыми линиями обозначились контуры сооружений — возможных вариантов использования. Все десять пальцев на руках однажды были увенчаны кольцами, вместе они образовывали градиент зелёного — от самого светло-салатового на мизинце левой руки до тёмно-болотного на мизинце правой. «Ох, как не вовремя!» Девочка произнесла эти слова почти шёпотом и покачала головой. Виновата улыбнувшись, она бросила взгляд на коробку, которую держала в руках, и резким движением поставила её на землю. Помедлив пару мгновений, однажды отбежала на пару десятков шагов, забавно переставляя ноги, обутые в зелёной сандалии с закрытым мысом. Через некоторое время чёрный терминал удвоился, из пространства выросла ещё одна такая же коробка. Она появилась сверху, потом ещё одна справа, дальше слева и впереди, и так далее, со всё возрастающей скоростью. Ветер начал подниматься, и девочке уже приходилось руками придерживать волосы, чтобы продолжать следить за происходящим. Немного времени спустя конструкция доросла до размеров, когда уже можно было увидеть, что в итоге получается. Это полумост, навесное сооружение, оно протянулось от берега до горизонта. Наконец сборка была завершена, об этом возвестила смена цвета. Конструкция в мгновение приняла белый окрас. Глубоко вздохнув, девочка взошла на полумост и, опустив голову, побрела вдаль. Добравшись до обрыва конструкции, место, где уже не было видно берега, она некоторое время постояла без движения. Наконец, пожав плечами, однажды сняла с пальца самое тёмное кольцо и бросила его в бурую жидкость. Падая, украшение приобрело форму капли. Можно было увидеть, как эта капля не слилась с океаном, а буквально прошила его, уйдя ко дну. Спустя миг вода начала бурлить. Сначала чуть заметно, затем уже явно образуя небольшие волны. Наконец, когда казалось, что она вот-вот закипит, всё вдруг успокоилось. Штиль вернулся, и в месте, над которым стояла девочка, образовались губы. Они были сложены то ли в снисходительной улыбке, то ли в пренебрежительной ухмылке. Поначалу сохранялось молчание, затем губы его нарушили. Они звучали так, будто в унисон, говорят, одновременно два десятка человек. Мужчины и женщины, дети и старики, грубые и утончённые, все вместе. Словно говорил хор, в который брали всех подряд. «Приветствую, сотрудник! Когда мы виделись в прошлый раз, тебе было велено рисовать». Девочка дважды моргнула левым глазом. «Есть причина, по которой я снова здесь», прошептала однажды. «И причина это фронтир номер 12, дробь 284». Океан лишь булькнул, выпустив на поверхность пару пузырей и давая тем самым понять, что гостья может продолжать. Отклонение по линии возможностей достигло 4 градусов. Это, как известно, предел для фронтира 12 радиуса. Рекомендуется использовать компенсатор». Последняя фраза прозвучала неуверенно, почти вопросительно. Океан ответил сразу. «Вот поэтому, сотрудник однажды, твой градиент до сих пор зелёный». Капля жидкости выпрыгнула из океана и упала на сандарию. «Это лишь линия возможностей. Или кому-то просто не терпится направить компенсатор». Девочка топнула ногой, стряхивая каплю. «Спасибо за напоминание, но что мне делать? Просто ждать, когда градус выйдет за лимиты?» «Ничего не делать и наблюдать ни одно и то же». Губы исполнили отдалённое подобие широкой улыбки. «И помни следующее. Возможность не означает, что ею воспользуются. Мы бесчисленное количество раз видели, как люди их просто не замечали. С чего ты взяла, что сейчас будет по-другому?» Глава первая. Будильник на телефоне звонил уже в третий раз. Не открывая глаз, Максим привычными движениями переставил его ещё на 10 минут вперёд. Тяжело вздохнув, он перевернулся на другой бок. Солнце только начинало пробиваться в его маленькую комнатушку ранними лучами. Макс прикрыл голову подушкой. Это был привычный утренний ритуал пробуждения, и процедура могла затянуться минут на 50. При этом каждый вечер строились серьёзные планы на следующий день, и львиная их доля обычно приходилась как раз на утро. На сегодня, к примеру, в списке значилось. А. Встать в 5.30. Б. К зачёту по технологии бумаги выучить оставшиеся 30 билетов. В. Поискать работу на сайтах. Г. И ещё пробежаться. Ох уж эта пробежка! Само по себе это слово чуть ли не синоним здорового образа жизни. В кругу друзей Макса в какой-то момент даже стало модным объявлять, что вот, мол, начинаю бегать по утрам. Лёгкий способ получить одобрение знакомых, ничего не делая. Вот и Максим три недели назад во время посиделок с друзьями заявил, что планирует начать бегать. В этот момент в шумной пивной, казалось, всё на мгновение замерло от удивления. Приятели закивали головами. Ну ты, мужик, одобряем! Проблема заключалась в том, что каждое утро мозг предательски находил тысячу причин, почему нельзя следовать плану именно сегодня. На улице, кажется, собирается дождь, бег откладываем. Чего мокнуть-то? Даже собак в такую погоду не выгуливают. Вот и я подожду лучшего момента. По поводу подготовки к засчёту, тут, в принципе, можно ничего не делать. Часть билетов выучена, этого должно хватить. Ну должно же мне повезти, в конце-то концов! Работу новую искать, так это вообще в любое время реально начать. Короче, прямо сейчас можно поспать ещё немного. За секунду до сна у Макса промелькнула в голове интересная мысль. Мозг всегда давит на то, что дела нельзя выполнять прямо сейчас, а не вообще в целом. То есть не приходит мысль, что ты вообще никогда не будешь бегать. Оправдания всегда касаются именно текущего момента. Абстрактное потом оставалось прекрасным далёко, а реальное сейчас оставалось категорически против любых активностей. В итоге юноша окончательно поднялся с кровати лишь в девять, через час после начала первой пары. И то разбудил друг своим звонком. Тот без объяснения причин заявил, что нужно всё бросить и бежать в универ прямо сейчас. Почему, интересно? Да, это была технология бумаги — предмет, где важна посещаемость. Ну и что с того? Четвёртый курс — не время суетиться. Тем более, что сегодня зачёт, и принимать его будут группами. Дело наверняка затянется до обеда включительно. Не особо торопясь следовать совету друга и бежать со всех ног, Максим всё же направился в сторону вуза. Поглядывая на свои новые жёлтые кроссовки, или, как он их сам называл, лимоны, он зашагал по городу вальяжной походкой, что подходило скорее прогулкам по лазурному берегу. На светофоре занялся любимым делом — разглядыванием машин. Вот эту я бы купил для поездок за город. А это бы пригодилось девчонок катать. О, крузак! Ну тут просто закидывай друзей и вперёд, подальше из города. Эх, настанет же когда-нибудь моё время. Куплю тачку, какую захочу. Пока же хватало только на кофе. Заглянул в ближайший фастфуд, чтобы взять с собой Гранд Капучино. Стоя в очереди, он думал о том, как много в мире несоответствий, которые никто не замечает. Вот сейчас, к примеру, у кассира на футболке было написано «Улыбнись». При этом на его лице, казалось, отразилась вся мировая скорбь. Сам Максим тоже был соткан из противоречий. Одно из них — хорошие оценки при плохой учёбе. Он не был зубрилой или просто одарённым в плане освоения наук. Но природное обаяние, вкупе с некоторой житейской мудростью и минимальным набором знаний почти всегда давали нужный результат. Другими словами, Макс никогда не отличался высокими отметками. Но, с другой стороны, прошёл все четыре курса своего пермского политеха без заметных фейлов. К апрелю месяцу, когда на носу висели госэкзамены, он, в общем и целом, считался среди преподавателей ровным студентом. Чего нельзя было сказать о его лучшем друге Викторе, или, как его все называли, Витяне, который, казалось, всё время балансировал на грани отчисления. Виктор ждал у главного входа в институт. Массивное здание вуза внушало уважение и страх лишь первые пару лет. После осмелевшей студенты начинали позволять себе вольности. Курение в паре метров от проходной – одна из них. Витяне подымить любил. Рано полысевший, в свои 22 года он остался почти без шевелюры, что, как казалось, никак его не волновало. Немного полноватый, он нервно затягивался, непрестанно поглядывая на свои роликсы, купленные пару недель назад примерно за сто долларов. «Здорово!» – Максим протянул руку и тут же ощутил массивные тиски друга. «Тебя где носят?» Виктор перешёл сразу к делу. «Ты забыл, что ли?» «Забыл, что?» «Ну как? Сегодня же вроде обещали!» Друг многозначительно помолчал пару секунд. «Амнистию!» «Чего?» Виктор бросил под ноги окурок и раздавил его отработанным щелчком каблука. «Ты не выспался, что ли, а? Халява, ну! Всем зачёт, кто тупо приходит!» Виктор был из тех, кто непонятно каким образом, но всегда в курсе всех сплетен, слухов и новостей. Такой осведомлённости можно только позавидовать. Иметь подобных знакомых – тоже отдельный навык. Информация, исходившая от друга, как правило, была точной. Вот и сейчас халява действительно имела место. Выяснилось, что амнистию объявили по случаю выхода преподавателя на пенсию. Дорабатывает полугодие и уходит на покой. Решил никого не валить. Об этих подробностях общей победы Витяня, после того, как в зачётках появились новые записи, рассказывал в ближайшем парке. Точнее, в отдалённом его уголке. Было здесь своё место. Узкие змеевидные тропинки, мало людей и не по-городскому свежий воздух. Разговор, разумеется, проходил за бутылкой пива, дешёвого, как улыбка продавца джинсов на рынке. Вообще, пенным напитком отмечался каждый зачёт, и этот день не стал исключением. Максим, сделав большой глоток, отдал должное другу. Да, если бы ты не позвонил, я, может, и не пришёл бы вовремя. Круто, что ты сечёшь такие темы. Ага, это тебе не Гарри Поттера читать. Виктор подружески стукнул Макса в плечо. Здесь серьёзные вещи решаются.